Смотрите информационно-развлекательную программу РАОАН. Сегодня понедельник, 30 ноября. Это некие областной музыкальной школы. Эти ребята вернулись с победы из Италии. Вот подробнее в следующем сюжете. Победить в конкурсе всегда престижно, а тем более на международном конкурсе в столице Италии, Риме. Алибеку Батырову 12 лет, а Маулену Сальжанову 9. Но несмотря на столь юный возраст, эти мальчики уже успели прославить не только себя, но и наше государство за рубежом, одержав победу на международном конкурсе юных пианистов имени Валентина Бубки. Субтитры создавал DimaTorzok Маулену Сальжанову 12 лет, а Маулену Сальжанову 12 лет. Ну и вот как с этим бороться? Что нужно для того, чтобы победить, добиться все-таки своего? Ну надо постоянно заниматься по 4 часа и не валять дурака вот эти 4 часа. Когда объявили, что вы победители, что вот первое место вам отдается ваше впечатление? На английском и на итальянском мы обрадовались, да. Ну сразу же... Ну вы, наверное, вначале не поняли, только фамилию услышали? Да, да, да. Что-то там Прима, Батыров, Сальжанов. Прима это по-итальянски первая. Первая. И что было потом? Овации, поклонницы? Нет, ну там концерт победителей был. Потом на... вот полдевятого был у нас концерт один, вот самый заключительный. И там нужно было... там уже, да, там уже нам вручали грамоты, деньги, да. Потом... и нужно было еще 12 человек в жюри, нужно было каждому пожать руку. Стали так в ряд. Долго-долго. Долго-долго. Каждому пожать нужно было руку. Уже другого объявляют, а мы до сих пор жмем руки. Где хотелось, может, побывать еще на каком-нибудь конкурсе или чего-то добиться? Везде. Но есть мечта, наверное, вот может быть какой-то для вас есть планка какая-то, вот такой конкурс именно победить? В Японии. В Японии, в Германии. В Москве, в Чайковске. Конкурс Чайковского, он самый трудный международный. Еще и японский. Самый трудный. Японский тоже. КОНКОРС 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 КОНК Слава, ну когда тебя все знают, хвалят тебя, ну не только хвалят, ну когда тебя все знают, уважают. А что нужно для того, чтобы заслужить такую славу? Много пахать, много работать и побеждать на всяких конкурсах. Победа ребят это безусловно труд, но не только. Это еще и огромный труд педагогов Босниной Нины Алексеевны и Ирины Георгиевны. Во-первых, их данные, конечно, потому что они очень издарены. Это дети высокого полета по своим данным. Но во-вторых, это очень большой труд, энтузиазм с их стороны и с моей тоже. Потому что вот чем мы отличались на этом конкурсе? Там дети всеспособные, в общем-то, они с разных стран, там география очень широкая, достаточно широкая. Но наши отличаются, во-первых, хорошим выбором программ. Наши казахские произведения никто не знал. Сейчас все их порасхватали, поперепечатали на такие красивые пьесы. Теперь на следующих международных конкурсах все будут дозрать казахские произведения. Они яркие, во-первых, произведения. Они как-то не так контрастно выбирали программу. У нас одна певучая, одна шумная, скажем. Третья грустная, потом веселая. Но все очень в сочетании хорошо получалось. У них немножечко не так. И самое главное, они технически намного сильнее. А это потому, что их все время заставляешь заниматься. И вот наши школы у нас профессионально учат с раннего детства. Там педагоги получают много, но они не пашут, вот как мы, их энтузиазма, такого нет. И поэтому дети немножечко не такие технически подкованные. Ну, занимаются, занимаются без нервов. А у нас все на очень, вот мы занимаемся, очень сложно нам дали эти два месяца. У нас есть цель, мы должны ее достичь. Это требует больших затрат и с их стороны, и с моей. Они по 12 часов в день работали, учитывая школу и наше занятие, музыкальную школу. Для 9-летнего мальчика 12 часов пахоты, плотной. Это очень тяжело. То есть там за границей, видимо, не так собой жертвуют. Они живут спокойно. Вот поэтому наши мальчики там так отличались. Потому что отдаленных детей, в общем-то, много. Вот эта одержимость, скажем так, желание победить и желание трудиться очень много. Оно дает более высокий технический уровень и яркие программы. КОНЕЦ Мы еще раз поздравляем Алибека и Маулена, а также их педагогов в Боснинах Нину Алексеевну и Ирину Георгиевну с творческой победой. КОНЕЦ